Международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и мега-события в спорте. Определяя точки роста» собрала экспертов, профессоров, знаменитых спортсменов, студентов и выпускников РУМОУ, депутатов как Госдумы, так и городского собрания Сочи и, разумеется, самих организаторов международных спортивных событий. Олимпийское наследие игры – самая важная часть мирового праздника спорта. Как полностью использовать этот потенциал, как найти дополнительные ресурсы для реализации новых проектов на имеющейся инфраструктуре – все это задача конференции. У нас есть официальный документ, подписанный в том числе со стороны Национального оргкомитета, о том, что город в части своего контракта все обязательства выполнил. Там это и повышение уровня жизни, и заявочные обязательства содержали, обязательства в сфере и экологии. Это практически все аспекты города, то, что мы видим сегодня, и с точки зрения построенной инфраструктуры, вытекали из заявочных обязательств. Как раз и победа российской заявки во многом была обусловлена тем, что практически на пустом месте с нуля создается абсолютно новая инфраструктура. Сегодня мы можем третий год и наслаждаться. Наследие Олимпиады – это совокупность достижений, подчеркивают участники международной конференции, как спортсменов, так и в другой сфере. Социально-экономическая, гуманитарная инфраструктура – это тот потенциал, который в Сочи еще предстоит раскрывать. Ресурсы и возможности олимпийского наследия еще не исчерпаны, уверены эксперты. Ну а реализованным и положительным примером является тот факт, что благодаря олимпийскому наследию изменилась судьба целого региона, а сам Сочи превратился в круглогодичный курорт мирового уровня и привлекательную площадку для проведения мероприятий различного масштаба. Также олимпийское наследие внесло весомый вклад в развитие туристической отрасли, включая появление нового вида событийного туризма. Это позволило курорту преодолеть понятие «сезонность». Каждый второй наш гость из Китая приезжает сюда именно для этого. 40% возвратности наших гостей в Сочи, и не только в Сочи, ради спортивно-событийного туризма. Иными словами, сочетание спорта, отдыха и туризма – это совершенно новая сфера, это совершенно новое поле деятельности, которое должно развиваться, это форма бизнеса. По результатам конференции участники дадут рекомендации по пропаганде олимпийского движения, в том числе правительству страны.